Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Мария Сальникова. Мария, добрый день! Здравствуйте, Игорь Николаевич, и здравствуйте, коллеги трейдеры! Как вам сегодняшний день? Что интересного? Куда ждем доллар? Сегодня с утра у нас была бурная дискуссия. Интересно будет, какие у вас идеи на этот счет. Спасибо за вопросы. И в целом день для торговли неплохой, интересный. Есть события, на которых можно торговать. Сильные, значимые. И нас впереди еще ждут ряд публикаций, которые также дадут точки входа в рынок. Относительно американской валюты. У меня все-таки ожидание роста этого инструмента. Есть у нас техническая картина, красивая, на дневных графиках. Видно, как активно защищают уровень 93.50. Мы это видели на протяжении трех торговых дней. Собственно, пятница, понедельник, четверг прошлый, среда. То есть они были все дни, которые дали нам хорошую подсказку. Сохраняем покупки американской валюты. О подспорьях пока что говорить не будем. Рынок достаточно спекулятивный, с моей точки зрения. У нас эта неделя предпраздничная. Эта неделя, она, ну, собственно, такая, можно сказать, и предпраздничная, и предзавершающая месяц. То есть вот следующая неделя, она будет очень активная, страшная. Я бы так ее назвала. Рынок будет завершать ноябрь, завершать месяц. Готовится к предновогодним ралли. Готовится к декабрьской большой неопределенности. Вот поэтому я жду укрепления американской валюты, вне зависимости от того, да какие там будут причины. То есть технически у меня пока что выходит картина все-таки на бай. Исходя из этого, выбираем приоритет позиций коротких по другим валютам. То есть у нас есть фунт, евро, австралиец, новозеландец, иена, канадец, с кем можно вполне неплохо торговать в это время. Относительно фаворитов на текущий момент у нас, ну если говорить все-таки не гипотетически о том, куда бы рынок мог пойти, да, а желание заработать и открыть сделки. Я активно смотрю на фунт. Мне нравится британская валюта в плане открытия торговой позиции. На дневном графике у нас четко виден коридор в 200 пунктов. Это уровень 1.31, 1.33. Мы его отрабатываем, этот коридор. Если говорить о возможности продаж по валютной паре фунт-доллар на аж 4, сформированные дивергенции с осцилляторами, что дает нам технически подсказку о возможности открытия коротких позиций уже сейчас. Но стоп выше уровня 1.33. То есть с утра, когда мы давали такие рекомендации, стоп составлял порядка 40-50 пунктов. Сейчас уже стоп-ордер несколько больше, потому что у нас фунт и доллар спускаются, и торги проходят выше уровня 1.32.20. Цели по продажам 1.31 и 1.30.50. Вот такой настроенный с полуливной парой фунт-доллар. На дневном графике за последние два дня, это у нас пятница-понедельник, пока что прослеживается, ну как-то, след продавца. Вот, то есть есть у нас рука продавца на самом-то деле, и 1.32.50 сейчас уровень, который рынок не проходит. Это дает нам основание возле этого уровня продавать пару фунт-доллар. У меня здесь на моих графиках, да, там еще как-то красиво нарисованы всякие разные поддержки и сопротивления, и технически выходит, что последний месяц, то есть тоже там три недели, фунт очень красиво тянется вверх по линии сопротивления. То есть есть некое сопротивление там нарисованное, да, у меня по H4. Вот, и фунт каждый раз поднимается к этой линии сопротивления, и ее пока что не проходит. Я могу вам подсказать, как она у меня появилась. То есть первая точка у меня нарисована, это поддержка 24.08. Вот, и дальше эта поддержка, я вам скажу, то есть там проходит 20.10, 25.10, вот по этим линиям у меня проведена линия сопротивления, то есть одна из, да, вот, ну, для тех, кто сидит там перед графиками, можете у себя нарисовать. То есть пока что мы идем по этой линии сопротивления и ее не пробиваем. В случае сильных новостей, либо это будет всплеск продаж по американской валюте, либо это будет всплеск покупок по фунту, как максимум держу 1.30. Предварительное ожидание, что возле уровня 1.33, если мы его увидим, там также будут открываться короткие позиции. Собственно, это один сделка, да, номер 1 у нас. Дальше по евровалюте пока что у меня появились сомнения относительно способности евро уже пойти дальше вниз и сомнения относительно силы продавца. Вот это лично мои такие соображения, больше основанные, опять-таки, на технике. У меня изначальная идея с прошлой недели открывать короткие позиции по евро-доллару в рамках того, что торги проходят под облаком и шумоку на дневном графике. И мы достаточно неплохо на 150 пунктов открыли продажу по евро-доллару. Сейчас, пока у нас есть неопределенность на том же дневном графике в виде линии Тенканки-Джун технически, я сейчас говорю про ценовый график и индикаторы шумоку, да, то есть вот как у нас картинка выглядит на дневном графике. Вот, то пока мы не пройдем 1.17 и котировки не закрепятся в диапазоне 1.17-1.16.80, ну, я, наверное, эту пару пока оставлю в покое. То есть если все-таки продавец будет достаточно сильный, хороший, активный и евро-доллар сможет пробить вниз, на самом деле вопрос 40 пунктов. Это немного, но я сейчас как бы сомневаюсь, вот искренне, да, за валютную пару евро-доллар, сомневаюсь и не исключаю, что мы можем видеть и всплеск вверх, мы можем легко увидеть проходку вниз, и эти 40 пунктов будут пробиты. Но пока рынок не закрепился в указанном диапазоне, да, 1.17-1.16.80, я пока воздержусь от сделок по евро-доллару. То есть на дневном графике, если у вас открыты позиции с прошлой недели, это нормально, целесообразно их оставить открытыми, вот, то есть мы можем торговаться до конца недели в диапазоне 1.16.80, 1.17.50, и ничего страшного не произойдет, ваша сделка все равно будет в плюсе. Если у брокера еще и положительный свок, то, собственно, ну, спокойно можете удерживать эту позицию. Для новых сделок, ну, я бы пока подождала по евро-доллару, ничего бы не открывала. Относительно валютной пары австралийский доллар, доллар США. Вот кто у меня интересный, кто у нас сейчас может быть вполне в фокусе. По валютной паре Австралия-доллар США есть техническая поддержка, красивая, хорошая, в диапазоне 0.74.50, 0.75-0.74.50. Она техническая, так как это линия тенденции с 2016 года. Она абсолютно давно всем видна, эта поддержка. И, тем не менее, австралиец сегодня на комментариях там со стороны РВА, он решил начать расти. Пока что до того, как у нас не появится разворотка на дневном графике, покупки, с моей точки зрения, преждевременные, и по австралийцу мы еще можем увидеть 0.74.50 спуска к этой котировке. Будьте осторожны, будьте аккуратны. То есть, если вдруг за сегодняшний день у нас формируется разворотная свечная конфигурация на дневном графике по австралийскому доллару с долларом США, целесообразно открывать покупки со стоп-ордером ниже минимума текущего дня. Срывает стоп, мы подходим к 74.50, там на H1 формируется разворотка, повторный вход на покупку. То есть вот такой сценарий. Вполне можно, ну, сколько раз такое было, да, что не доходит до линии поддержки вашей там глобальной хорошей тенденции, рынок разворачивается и идет в обратку. Вот, и поэтому я предлагаю дождаться хорошего сильного сигнала на вход, пусть это будет хотя бы свечная конфигурация на дневном графике. Сформируется, появится у нас уверенность, что уже, скажем так, можно наращивать дальше покупки. Ну, значит, будем заходить на buy по валютной паре Австралия-доллар США. Да, и относительно кросс-пар с европейской валютой. Ну, собственно, есть у меня один фаворит сейчас. Это валютная пара евро-канадский доллар. Я предлагаю вам открыть дневной график по валютной паре евро-канадский доллар, посмотреть на то, как сильно пока что отбивается от уровня 1.51 на дневном графике цена вниз. Мы зажаты за последнюю неделю-полторы, мы зажаты в диапазоне 1.50-1.51. Благодаря тому, что вот произошла эта консолидация в диапазоне 100 пунктов, сейчас ярко виден продавец. То есть продавец есть возле отметки 1.51. Но существует и поддержка 1.50, достаточно сильная. Если посмотреть в перспективе на эту валютную пару, то ожидание снижения USD канадского доллара, ожидание того, что евро еще может несколько просесть, то есть и та, и та пара могут дать определенную слабость, то евро-канадец будет отрабатывать это падение гораздо веселее, гораздо активнее. Вот. Относительно роста европейской валюты, да, я пока что его не жду. То есть с моей точки зрения будет сценарий либо консолидации цены, либо все-таки по чуть-чуть мы спустимся. Но это будет не раньше следующей недели. Соответственно, и евро-канадец, если USD канадский доллар нам сейчас даст отработку падения вниз, вот и евро-канадец за ним пойдет. Учитывая то, что у нас такие дневные свечи с резким давлением сверху, сформирован пинцет на дневном графике, нет там никаких поглощений, да, у нас, но, да, на самом деле никаких вот разворотных конфигураций пока что сильных нет. Вот. И на недельном графике тоже разворотки пока нет. Но внутри, на дне мы видим, что сидит продавец возле уровня 1.51. Пока что, с моей точки зрения, это красивая картинка для того, чтобы продавать валютную пару. И есть два сценария, два консервативных. Давайте так возьмем, да. Первый консервативный сценарий – это возвращение котировок к уровню 1.51 и продажи возле этой цены при формировании разворота на H1. Второй сценарий, тоже консервативный, это снижение под минимумы прошлой недели, то есть котировки должны уйти хотя бы к 1.49.50. Сформироваться, скажем так, картина, что повышения больше мы не ждем. То есть свечи должны быть с тенями сверху, внутри дневные, такие, знаете, там H1, H4, демонстрировать наличие продавца. Вот. И тогда мы можем спокойно с вами уже сохранить эти, сохранить настрой продавать евроканадца. То есть пока что для меня очевидно, да, что евроканадец хочет пойти вниз. Мы говорили про эту валютную пару и в октябре говорили, сейчас ноябрь, мы снова к ней возвращаемся. То есть уже открывали продажи по евроканадскому доллару. На тот момент цель была у нас к отметке 1.45. Реализация сценария, скажем так, состоялась на 50%, там чуть больше, потому что мы продавали от 1.51, а фиксация была возле отметки 1.48. Вот. То есть не дошли мы немножко к 1.45, да. Сейчас мы вернулись к отметке 1.51, повторно формируем картину, что можно продавать эту пару. Ну и цель сохраним на 1.45. То есть текущей цены 500 пунктов входа вниз есть. Евроканадец. Дальше есть у нас еще Австралия, канадский доллар. Суперкартинка тоже. Мы говорили про покупки от отметки 0.97 на протяжении сентября-октября. Коллеги, отработка была с целью на 200 пунктов. То есть Австралия, канадский доллар, кросс-курс давал нам профит и три раза по 200 пунктов. Супер. Дальше. Мы упали под 0.97. Сейчас формируется снова-таки разворотка. У нас 0.96, 0.97 диапазон для валютной пары Австралия, канадский доллар. Это достаточно неплохой разворотный диапазон на протяжении, ну, не то что там последних пяти лет. Это диапазон разворота двухтысячных, давайте так назовем, да. То есть с двухтысячных у нас есть эта точка. Даже вот буквально у меня последняя цена сейчас видна в двухтысячный год. И как раз там у нас 96.60, это был уровень сопротивления в двухтысячном году. Сейчас же это вполне для нас хорошая поддержка. Учитывая то, что за последние там три года, давайте там, ну, два-три года, вот я перед собой сейчас вижу по Австралии, Канаде на дневном графике, это определенный флэт. RSI дошел сейчас к зоне 30, то есть граничная зона для покупок. И, собственно, это уровень перепроданности, да. RSI демонстрирует то, что цена подошла к перепроданности. Вот. Сильный исторический уровень 0.96. Плюс тени на дневном графике у нас сформируются сильные снизу. Свечи дают нам понять, что у нас есть продавец внизу возле отметки 0.96. Если сегодняшний день закрывается у нас белым по Австралии, Канаде, то мы получаем с вами харами с подтверждением. Таким образом, у нас есть возможность с вами открывать покупки. Стоп под 0.96, цель первая к 0.99, дальше к 1.01. Вот. То есть по Австралии, Канадскому доллару есть возможность зайти хорошо и посидеть в позиции. Да, возможно, там по пару-тройку недель, может, до конца года посидим. Вот. Смотрите, считайте ваши свопы. И соотношение стоп-профит, исходя из технической картины, оно крайне привлекательное. Опять-таки, и свечной анализ дает возможность нам рассматривать это как хорошую точку входа на бай. Вот. То есть Австралия, Канада, ну и евроавстралиец. То есть он идет в ряду с евроканадским долларом. Вот. То есть мы также говорили о продажах от отметки 1.50. То есть мы продавали несколько раз валютную пару евроавстралиец за последние, за осенние месяцы, давайте так скажем. То есть мы неоднократно возвращаемся к евроавстралиецу, евроканадцу. Сейчас по евроавстралийскому доллару, опять-таки, возле 1.56 теперь уже сформировалась разворотка. И если мы поддержим продажи, то хотя бы там к 1.53, 1.52 продажи евроавстралийского доллара, они сейчас актуальны. Если говорить о точке входа, то, ну, вот прям сегодня у меня ее нет, да, потому что, ну, пара уже за день прошла там порядка 100 пунктов. Неплохо мы сидели возле уровня 1.56, вот, но на тот момент мы, скажем так, были с вами не на связи. Вот. Сейчас точку входа, как посмотрите, самостоятельно. Ну, то есть я обращаю ваше внимание на то, что есть у нас, есть этот кросс, он сейчас снижается, и, собственно, было бы неплохо на нем заработать, но в короткую. Давайте посмотрим евроавстралиец, RSI у нас, не скажу вам, вот откровенно не скажу, где добавится. То, что евроавстралиец будет идти к 1.54, это ближайшее, 1.54, 1.54.20. Смотрите на встречу на часовом графике с 200-й скользящей средней, это первая точка, куда пара будет идти, там продажи приостановятся, собственно, возможно, коррекция, и пробуйте перезаход на продажи после вот этой коррекции. То есть по евроавстралийцу заходите на H1, смотрите, вот будет спуск идти, пара будет спускаться, спускаться, приостановка падения произойдет, когда котировки встретятся с 200-й скользящей средней. Да, ну и, собственно, я обращаю ваше внимание, да, в моменте, ну, торговать у нас с вами по этой паре не получится, не смогу вам подсказать. Дальше у нас есть еще из интересного евро-иена, вот, подсказка очень простая по влюбленной паре евро-иена, хоть сейчас покупайте ее, откровенно, да, то есть у меня настрой есть продавать евро-иену, и я сижу, жду сигнала два месяца. Это уже даже не смешно. Вполне, я понимаю, вполне можно было торговать по этой валютной паре, там, 200 пунктов вниз, 200 пунктов вверх на протяжении двух месяцев, вот, но я все жду, когда пара достигнет сопротивления 135, вот, диапазон 135-138, я жду, чтобы сформировался разворот возле этого, возле этих уровней 135-138. Объясню, почему. Если посмотреть на историю, историю торгов по евро-иене, ну, давайте так, с 2000 года, вот, у нас восходящий канал, середина канала приходится на уровень 135. Восходящее движение с 2012 года, также у нас есть середина канала, этого восходящего движения с 2012 года, и середина приходится к уровню 137-138. То есть вот есть диапазон в 300 пунктов, да, это сильно, я понимаю, но там будет очень классный разворот, то есть возле, вот, диапазон 135-138, тот уровень, вот, 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 та точка, где я жду, что евро-иена развернется. Поэтому пока что я, я бы хотела уже продать евро-иену, но вот у меня руки связаны, я жду достижения хорошего сопротивления. Почему я говорю, что если покупать, можем пробовать евро-иену покупать. За последние два месяца сформировалась поддержка на уровне 132. Рынок не пускает пару ниже отметки 132. Вчера была попытка пробить эти поддержки, возможно, на срабатывание, на срабатывание коротких позиций. Вот, и я вполне допускаю, что короткие позиции там пооткрывались, ну, технически для тех, кто торгует роботами. Хотя 132 вполне нормальная такая поддержка, 1, 2, 3, 4, 5 раз, но видели, что эта поддержка не была пройдена, то есть рынок ее удерживает. Можем пробовать заходить с вами на байп по евро-иене, у нас вполне нормальная на часах есть картина. То есть хоть сейчас покупка с ограничением убытков на 131.60. Это, коллеги, 40 пунктов стоп. Если говорить по цели, профиту, ну, как минимум на 133.80, вот туда можно ставить профит. Там-пам-пам-то первое. Вот, то есть вот вам, пожалуйста, техническая возможность стоп 40 пунктов профитом под 200 пунктов. Пожалуйста, заходите, используйте эту техническую возможность. Ну, и я продолжаю ждать пока что евро-иену разворота вот там вот наверху. Я не уверена, что я сама буду заходить покупать евро-иену, вот так как у меня по основным кроссам все-таки с евро настрой в продаже. То есть я думаю, что евро-канадец пойдет вниз, евро-австралиец все-таки смотрит вниз. Вот, то есть я лично для себя пока что рассматриваю, скажем так, с сомнением покупки евро-иены. Вот я жду продаж хороших, но от указанного выше диапазона. Понятно. Поняли вас, Мария, спасибо. Мария, я хочу узнать у вас следующее. Сегодня утром Морган Стэнли, есть такая организация, они дали прогноз фарийскому доллару-доллару, что он упадет до 0,65. Как бы вы оценили с вашей точки зрения? Хороший сигнал. Как раз вот на 0,65. Я вам скажу, у меня технически складывается гораздо менее приятная картина, 0,65. С текущей 0,60. Да, у меня даже цель была на 0,60. Я понимаю, с текущей 0,75, то есть вы как бы хотите сказать, что реально мы увидим тысячу пиксов вниз? Игорь Инглавич, да, да, вполне. Нет, давайте вот мы сейчас с вами откроем дневной график, я вам покажу, как это можно нарисовать и получить технически. То есть вот почему я не опровергну такой вот прогноз и не скажу, что он бредовый. Абсолютно живой, здравый может реализоваться. Давайте откроем дневной график или даже там недельный какой-то, да, вот что-нибудь такое большое. Недельный, недельный, недельный. Да, на самом деле хоть за месяц. Вот, ну смотрите, у нас последнее движение с 2015 года можно характеризовать как флаг. Вот, и да, да, с 2015 года. Вот, то есть вот это такое все, вот восходящий флаг. Так, если у нас пробивается поддержка, вот, если у нас пробивается эта замечательная поддержка, то цель движения… так, 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 рисую буквально у себя. По предыдущему, так, у нас предыдущая тенденция пробита. Оп. Сейчас, 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 сейчас. Как брали предыдущую тенденцию? Это минимум 2007 года, и потом проводим по 2014 году. Вот, 2007-й, 2014-й. Вот, я смотрю, что проходил австралиец, вниз проходил тысячу пипсов за раз, два, три, четыре, пять месяцев. А посмотрите… Не, ну здравствуйте, у нас был 2008-й год, я понимаю, что причины были другие, тем не менее. Это в ближайшее время, в 15-м году, прогулялся вниз на тысячу пипсов за четыре месяца. То есть получается, что-то аналогичное мы можем увидеть в случае пробоя вот этого нисходящего, восходящего… Да, 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 то есть вот это как флажок, если такой глобальный большой флажок, то его отработка будет лежать вполне к 0,60, то есть даже не 0,65. Вопрос точки входа, безусловно. То есть тот всплеск покупательский, который мы видели там сегодня, да, на поддержке 0,7532, вот, он еще не окончательный. Я помню, что я лично скандировала и приговаривала, что нам ждать австралийский доллар на отметку 0,83. У меня технически красиво выходило это сопротивление как цель. Однако мы отменили покупки после того, как возле уровня 0,80, 0,81 у нас сформировались там две ядерные свечи, которые говорили «покупкам бой», да, то есть покупок не будет. Абсолютно нормально отменили. Можно покопаться в фундаменте и, скажем так, с помощью изречения Центрального банка Австралии, Резервного банка Австралии и главы его, да, мы с вами придем к выводу, на каком основании ждать падения австралийского доллара дальше. Вот технически пока что, да, я же говорю, если у нас покупки, то вот они немножечко ниже лежат. Пробиваем вниз, не оправдаются покупки, но не вопрос. Называем это флагом и дальше уже подтянем фундамент, почему паре падать. Понятно. Сейчас, да, сейчас я больше так смотрю на это. Понял вас, Мария. Ну, я утром сегодня купил, уже против меня прошло австралиец 32 пипса. Я уже заклеймил американский империализм, который нанес очередной дар по российскому финансовому рынку в лице меня. Давайте продадим евроканадца. Нет. Евроканадец я вообще не знаю. Давай. Я вас поняла. Таким заговорческим тоном, да, давай. Это прямо у меня сделка дня. Вот она мне очень нравится, это евроканадский доллар. Да, ну просто я когда что-то не очень понимаю или не знаком, я стараюсь все-таки быть в стороне. Ну, я уверен, что кто-то из наших коллег вошел в сделку, коллеги. Напишите, пожалуйста, кто последовал идее. У нас нет рекомендации, у нас есть только торговые идеи. Идеи Марии Сальниковой по сделке с евроканадцем. Давайте я у вас буду вставлять идею. Спасибо вам большое, коллеги, за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Взаимно. Спасибо вам большое за внимание и спасибо большое за эфир, Игорь Николаевич. Всем профитов, коллеги. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...